Всем привет! Меня зовут Пётр. Я расскажу про то, как я прыгал с моей спины на Postgres. Ну, прыгал, громко сказано, но после Drupal Camp'а ноябрьского я узнал, что можно использовать Drupal с Postgres'ом, и в одном из проектов решил прибрыгнуть на него. В чем? Потому что в проекте предполагается использование GEO всяких штук, а Postgres говорят, что он хорошо с ними работает. Ну, это все в качестве эксперимента. Было принято решение с моей спины на Postgres перейти. Проект уже существовал несколько лет и уже сложилась база, поэтому с нуля делать было бы не очень удобно. Первое, что пришло в голову, это Migrate. Migrate знают, да, что это? Все знают. Это такая классная штука, такой мощный фреймворк, но чтобы с него чего-то перетащить на что-то другое, нужно писать классы, нужно, в общем, время изрядно потратить. Ну, конечно, это все интересно, потому что Migrate – мощная штука, и сам опыт использования его очень полезен. Но я решил еще покопаться немножко. Что в Migrate меня смущало, то, что, насколько я помню других проектов, он не сохраняет MID-ы нод. То есть все ноды, которые будут импортированы, они будут идти с нуля опять. Ну, хотя там вроде как народ говорит, что решение какое-то есть, но я его не пробовал физически. Не дошел до этого дела. Вот. И так я копался-копался, и наконец дошел до этого замечательного модуля. Модуль простой такой. Значит, не сразу у меня с ним сложилось. Я расскажу, что необходимо для того, чтобы у вас с ним сразу все сложилось. Значит, в первую очередь нужно установить POSgres на свою локальную машину. поставить вот этот самый pgsql или pdo pgsql, и нужно его заинаблить в PHP, если это требуется. Ну, перезабжить его все. Далее нужно в этом POSgres создать пользователя, базу данных, все как надо, все подготовить. И в самом сеттинг с PHP прописать еще один конект к этому POSgres. Но, значит, тот конект, который используется для MySQL, он должен быть дефолтный, а который для POSgres, он должен быть какой-то немножко другой. Ну, какой-нибудь там, дефолт 0.1 или там, Вася. В общем, как его назвать надо. Все, собственно, после этого мы устанавливаем вот этот модуль dbtrng-мигратор. Включаем его и наблим. Переходим на страничку администрирования. Там есть две вкладки. Мигратор и, ну, какая-то такая чепилка. Там соседят, соседят. Ну, что-то естественно. Стал бы я, стал бы я не на камеру. Значит, ну, в первую очередь я, конечно, метнулся в Migrator Database Checker. Попробовал почекать базу, что все классно сконвертится. И тут облом наступил, там куча ошибок вылезла. Ну, я понял, что все, хана, это решение не работает. Бодался-бодался, пробовал там эти ошибки как-то фиксить. В результате решил, плюнул, через некоторое время решил пойти в логу. И просто запустить миграцию. И опа, тут, короче, случилось чудо. И за полминуты буквально вся эта база сосалась и сохранилась как надо. Вот. Ну, я такой воодушевленный этим делом. Думаю, наверное, там что-то не то мне отобразилось. В удачном статусе, да. Отключаю базу MySQL и действительно с Postgres все классно работает. Ну, конечно, не все модули так классно подходили. Кое-где пришлось чуть-чуть поправить те места, где SQL-запросы были вбиты, ну, вот так как прямо есть SQL-запросы. Ну, не по Drupal Way. Вот. Так что, собственно, модуль рабочий, смело могу вам рекомендовать его. Причем, на самом деле, этот модуль, он хорош не только для миграции с MySQL в Postgres, он хорош для миграции с чего угодно, во что угодно, с чем работает Drupal вообще. Смысл работы модуля следующий. То есть, модуль пробегает по всем модулям, которые в этот момент включены. И просто вычитывает схему данных, ну, то, что называется шема. Вычитывает ее и на основе ее из модулей создает таблицы во второй базе данных, новой. А потом уже берет, вычитывает исходную таблицу содержимое и пишет в новую. Собственно, все инструменты Drupal-овские родные, поэтому никаких пока возникнуть не должно. Маленькие особенности у этого модуля следующие. Во-первых, если вы мигрируете в базу данных, ну, в моем случае это из MySQL в Postgres, Postgres-база должна быть абсолютно чистой, в ней не должно быть ни одной таблицы. Ни одной таблицы, совпадающей с именем, иначе модуль видит имя, скажет, оба уже существуют, и все, E остановится. Вот. Вторая микро-особенность, это то, что вот именно вот этот вот чекер, он не работает. Почему не работает? Ну, не знаю, надо, наверное, баг засобнить. Честно говоря, я полюбился и не засобнить его еще. А мне такого? Да вот, честно говоря, не смотрел. Надо посмотреть. Вот. Третья микро-особенность, как я уже сказал, можно конвертировать из чего угодно во что угодно. Это может быть там и NoSQL, и Skillserver, и Oracle, и MongoDB, и Skilllight, и Postgres. В общем, что с Drupal-ом работает, что вы сможете подключить, кто, в принципе, можно пробовать не играть. Вот. И еще одна особенность, то, что конвертироваться будут только те таблицы, то есть не все таблицы вашей базы данных, а только те модули, для которых включены. Грубо говоря, если у вас в проекте было 20 модулей, из них 5 выключено, вот у этих пятерых выключенных таблицы не переключают в новую базу данных. Это стоит иметь в виду. Все. После того, как... Это, собственно, все особенности, которые я заметил. После того, как вы переконвертили базу данных, можно базу данных-исходник отключать, сеттинг с PHP удалять сведения о ней, переименовывать второй конект в дефолтовый и работать с ним, как ни в чем не было. Вот, собственно, такой небольшой, маленький доклад. Если есть вопросы, то можно решить. Если? Слушай, а как тебе возрасту? Преимущества какие-то с вами? Преимущества? Честно говоря, я не смотрел, еще не дошел до этого. Скорость еще будет. Наверное, что-то есть. Это лучше может, наверное, Катя рассказать по поводу преимуществ, потому что она в этом попалась погрубже. Честно говоря, я очень надеюсь, что он мне пригодится. То есть это все было в качестве эксперимента, чтобы именно проверить, что действительно можно. И я очень надеюсь, что он мне пригодится, когда мне придется рассчитывать расстояние между точками, когда придется там делать, узнавать, находясь ли точка внутри какого-то там контура. Потому что в мою стилю я просто делал обычной математикой, но она как бы... То есть на уровне PHP? Да, да. А в Postgres есть расширения, которые позволяют... Ну, я думаю, что ты Postgres можешь использовать только отдельно. То есть DuPAL у тебя будет включиться на MySQL, а где-то еще в другой реальности будет у тебя Postgres. То есть на меня обязательно нужно переносить сам DuPAL на Postgres, и нам нравится. Понятно. Ну, то есть я как бы на перспективу. А пока что вот в данный момент с Postgres не получил эти фичи, которые ожидают. Да, тем не менее, можно вопрос? Да. Она данные тоже переносит? Да. И структуру, и данные. То есть вот как был проект, допустим, на MySQL, и потом он летит на Postgres и ничего не заметил. То есть вот как вам все страницы были? Ну, хорошо. А, скажем, дамку в Postgres? Да, в Postgres. Дамку в 1 к 1 не с тобой. Да, да, нету такого. Там разные типы данных. То есть ты получишь данных в виде SIPL, которые там и SIPL подходят, они могут не подойти для Postgres? И даже если подойдут для Postgres, Drupal для них создают другой тип данных. Ну, то есть там вот много этих мелочей, достаточно много. Можно пойти в лобку. А, вот это вот, что там схема трактуется для Postgres. В частности секунса. В Postgres и её в истории. Так. Слышен какой-то, там, какая-то... Где-то уровень. То есть уровень между любыми базами данных, для которых для Делпаула написан траер. Да, да. И что, столько-то народу есть, может быть, в СПЛ? Сейчас покажу, есть там, да, данные. Тут ещё стоит иметь в виду, что вы его можно воспользоваться один раз, отключаете его и удаляете. Всё, он не надо. Поэтому тут, наверное, стоит смотреть на вот эту цифру. Какая часть? Смотрели. 6,5 тысяч. А скачиваем? И направление как бы не написано использованием. Сколько пошло с Монго в Монго? А сколько с Монго в Монго в Монго? А сколько с Монго в Монго? А как? Я думаю, ищите, надо посмотреть, где вот чаще будет ругаться, в каких случаях. А в тех. Чаще берите. Ну, спасибо. Спасибо большое. Ну, кто не знает, зовут меня Андрей. Расскажу про бэкдроф. Если вкратце, это форк семёрки. Там есть кое-какие идеи из восьмёрки заимствованные, кое-что осталось. Ну, в общем, основная идея, которая мне показалась, и она довольно хорошо сделана, это то, что осталась совместимость семёрочной API. То есть людям, чтобы продолжать использовать полученные навыки за время работы с семёркой, это подходит. То есть там идёт развитие дальше, в сторону восьмёрки, да, но API осталась прежняя. То есть нету там симфонии, ничего такого кардинального не поменяемого. Создали это всё чудо товарищи Nate Hook и Джен Лэптон, эта девушка, по-моему. Жена. Ну, я так подумал, что это вроде ещё не жена, это какой-то стёр, по-моему. Там под фоткой написано июнь 2015-го. Ну, они снимают видео из одного места. Ну, в общем, по-моему, возможно, что они супруги. Это сейчас... Это важно. Очень важно. Это связано с будущим проектом. Ну, не знаю, возможно. Такое у них вот совместное детище. Ну, и на самом сайте написано что-то. Такая вот классная CMS. Это тоже с этого сайта, какие у них там есть фичи. Как бы я до этого не буду устанавливаться. Подробно я лучше... Вкратце не буду устанавливаться. Лучше потом подробно пройдёмся. Это было не всё. Вот самое первое, что бросается в глаза, это как устроен сам дистрибутив. Как в восьмёрке, на самом деле. То есть всё, что касается Drupal, положено в папку core. Всё, что касается сайта, находится вот прямо в корне. Это модуля, тены, профиля и так далее. Если создать сайт, то здесь ещё папка files появляется. Прямо в корне, да? Прямо в корне. Всё очень лаконично. Заметьте, вот тут как бы не отрезано дальнейший список файлов, а их просто больше нет. То есть индекс, ритмишка, робот, всё, что нужно. Ну и сайтинг. Поехали дальше. Вот как выглядит установка. Рубанализ. Ещё отметил, что классно они в строку подключения байс-денок, сайтинг с PHP, вытащили просто в самый верх файл. Потому что всё время приходится крутить до середины. Про листинг. Гениально, по-моему, это сделано. По-моему, она фича. Вот. Ну, эти сайты, это кто-то пользуется, кто-то не пользуется. Я пользуюсь всегда. То есть не то, чтобы я там базы объединял, да? Просто я люблю, чтобы у меня было одно и другое. Всё, что относится к сайту, лежало в папке сайта. Здесь это сначала было как-то кривовато реализовано. То есть я попробовал, когда ещё релиз только вышел, там, 1.00, и что-то там мне не заработало. Написал issue на гитхабе, всё идётся на гитхабе. И мне вот Nate на следующий день пишет. «Шувак, ты первый, кто пробует на мотисах!» «Дай пять!» Там объяснил мне, что надо сделать, куда постучать. Ну, в общем-то, заработало как будто. А лезь, который вышел недавно, 1.03, в принципе, ничего даже устучать не надо. Работает и так. В общем, мультисайдинги поставил без проблем. Так вот он выглядит, очень напоминает вам... Вернее, должно вам что-то напоминать. Это я тоже видел. А вот этим человеком... Кстати... Нормально назад не получится размотать, но лугай типа там нет. Вот так вот выглядит админка. Тоже, в принципе, похоже. Сразу, наверное, бросается в глаза, что... Тулбар какой-то, да? Другой. Это похоже на админ-меню, только оно... Уже как бы установлено по умолчанию. Немного поширше сделано. Ну, короче, тулбар мне очень понравился, как классно. А горлое нет, админ-меню есть. А горлое нет. Но есть админ-меню. Как бы админ-меню просто суперски сделано. Ну, нету фишек вот этих мобайловских из восьмерки. То есть, там, на иконке ничего не меняется. Он такой-то не мобайл-фрэнди. Ну, и там кое-как они структуру поменяли. Они стали, например, в какие-то настройки. Моготипчик, иконка, они теперь не в настройках темы, а в настройках сайта. Там еще есть какие-то небольшие такие. Ну, в принципе, все логично. В принципе, даже лучше, чем в семерке сделано. Вроде все на своих местах. Поменьше стало самих менюх, побольше пунктов. Вот. Какие-то у него темы есть. Все свое родное. Bartic 7. Только уже сделано на HTML5. И в респонсе. Ну, все равно на респонсов не относятся. Только Bartic, пожалуй, тут. Пожалуй. Сделано хорошо. Прям классно. Особенно это заметно во вьюхах. Вот если открыть вьюху, там вот наконец-то не налеплено все там друг на друге. Вот этот интерфейс редактирования очень лучше сделан. Потом покажу. Скрина не будет, но я просто его открою, посмотрю. И так вот, под восьмерочку закос. Такое все более, не знаю, а-ля Twitter. Ну, классно сделано. Есть какие-то отличия в темах между друхаловскими и бэкдроповскими? Ну, я, наверное, к этому лучше попозже вернусь. Самое главное то, что они отказались от как таковой концепции регионов. То есть регионов там нет. Там у них есть такой принцип, play-outs называется. И тема пишется, все пишется как было, только вот не надо никаких регионов. Один регион, в нем там все уже управляется с самого бэкдропа. А, ну, я нашел несколько контрибнеров. Потом расскажу где. А именно три. Все страшные. Так нечего сказать. Упс, так. Я думал, они пазовые. Правмодули. Нет, там были три контрибнера. Ну, пазовые, они контрибнеры, но они базовые. То есть они не готовы с дизайном, а там базовые. Нет, там одна с дизайном, даже две с дизайном. А разница, это да, просто голая будет сранка. Да, ну вот я вас уже не знаю. А другие две с дизайном. Но я не стал их ставить. Дизайн какой-то очень аскетичный. Явно программистом сделан. Да, про модуля хочу сказать, что сразу там фильтр встроен на страницу со списком модулей. В юс в ядре. А список модулей не в юсом отдается? Все в юсом отдается. Даже список модулей. Да ладно. Я думал, там обычный модуль фильтра просто в ядро закручил. Нет, насчет списка модулей, может, это и увеличим. Нет, это было бы круто. Отключаешь в юс из списка модуляй или нет? Точно могу сказать, что многое сделано в юхоме. И причем с bulk operation мы вместе. Но про модуляй не было бы. У меня это визига, который в отмерке все пиарит, как одну из главных фич. Ну и вот выклилена куча модулей из ядра. И причем, наверное, почти все есть в country. Правильно, зачем нужна схватка? Ну да. Подожди. Еще, кстати, раньше, почему-то я не видел поиска, но потом он появился. Такое чувство на, конечно. После профайла. Что, что профайл? Профайл? Профайл-профайл? Профайл-профайл? Да. Ну что, поедем, сзади, шутер-профайл. Еще по модуле. На сайте backdrop.com.org Поедем, поедем, для него растет. Но там пока пусто. И там уже не насылка на гитхабовские репозитории. Вот старая. Там как раз все и валяется. И тема, и тема, и тема, и так, что все как-то в гитхабе. Ну, в общем-то, я считаю, это даже прикольно. Ну, как-то гитхаб — это более открытая платформа, площадка, проще влиться, чтобы поддержать. Поэтому мне это понравилось. Слой совместимости с d7 — это такая возможность, она включается в сеттинг спички, по умолчанию включена, чтобы он нормально реагировал на команды, типа там, друбал, addcss, addcss, addcss и так далее. Ну да. В принципе, они хотят, чтобы со временем его отключить по умолчанию. Ну, пока включен. Такая возможность как бы есть. Но все равно, если просто бросить модуль, он не заработает. То есть есть какие-то отличия. Вот как раз в конвертации модулей и создании модулей — это ссылки, там есть маны по этому вопросу. В принципе, ничего такого кардинального сложного там я не увидел. Просто чуть-чуть другой синтаксис. Где-то был массив там с индексом, где-то в одной функции записано. Ну, короче, те же яйца есть сбоку. Наш любимый 7. Вот, кстати, несколько привел модулей, которые в контрибетном валяются. Это, конечно, не все. Там, наверное, страницы 3 или даже 4. Как бы что-то вот есть. Причем меня даже уливило. Фитер тортанули. Такой не самый часто используемый модуль. Ну, кто-то делал, наверное, сайт. Кто-то, да, сделал. Да, просто портируют. Ну нет, в фитере там много всего напихано. Порадовалось, что есть бэкаперный нейрейт такой полезный, довольно модуль. Они портируют сами авторы модулей? В основном, да, в основном нейт. Но есть и других авторов. Но нейт просит просто обращаться сначала к авторам модулей, и потом, если они уже отказывают портировать сами. Но все-таки может автор захочет сам. Блин, это прикольно. Вообще, я в такие подробности не вдавался, но в общем, кто-то портирует. А где же там, как делать? Портировать. Я так не сплю на всеми любимой модуль. Ну вот, что делать-то не сплю. Ну, эдитер есть. Так как больше, в принципе, вообще никакого редактора нет. Эдитер есть. А вот теперь подойдем к рассмотрению блоков. Это основная концепция, которую я уже упоминал, называется Layouts. Напоминает она такие недопанели вообще-то. А чего там не хватает, чтобы стать допанелем? До панелей? Ну, там, например, нельзя какую-нибудь вьюху впихнуть вместо блока. Нет, неправильно я выразился. Конечно, можно блок отпихнуть, но в панелях можно просто саму вьюху сделать. Вывести. Да, да, да. Много, видимо, есть самые контексты. Контексты есть. Есть условия, есть классы добавления. Можно несколько блоков. Но там еще в панелях, я помню, можно было, например, отдельно надергать title от страницы, отдельно body. Здесь такого нет. Ты не можешь выдернуть именно так. То есть там что-то обращено. То есть блоки остаются блоками все-таки. Мы работаем именно с блоками. Только с блоками. Но совсем другие блоки, а не такие, как в семерке. Сейчас еще постановлюсь, что комментарии, крошки и шапка сделаны блоком. А так вот сам лоера выглядит вот таким вот образом. То есть тут блок, это не то, что в семерке блок. Нет, как раз вот блок, это то, что в семерке блок осталось. Да ладно. Ну как минимум они должны были переписать туда работу с ними хотя бы. Чтобы там не было приколов с перформансом, что ты там не отключил блоки. За это ничего не могу сказать. Переписана там работа или нет, что-то не дописано. Как бы так было в обвое никакого. Ну вообще-то как этот, Panels IP. Да. Только нет вот этого визуального перетаскивателя. Можно эти лояуты создавать, там тоже такой выбор. Можно таскать. Здесь? Можно таскать? Я таскал. Я смог. Как это Натаныча бы это? Серьезно? Не очень удобно перетаскивать с левого направления, например. Но между ними сортировка хорошая. Ну тогда больше прощения, он это хэлг. Вот. Значит, все можно. Вот постили. Сказал. Я этого не обратил на это внимание. Значит, а может он там каждый день. Может и когда-нибудь. Ну и сейчас у нас есть шанс установить истину. Потом посмотрим в живую как это все выглядит. Если будет желание. О, еще одна классная фишка. Прям вот это я считаю киллер фичи. Это то, что подход по configuration management и восьмерке сюда имплементирован. А именно конфигурация хранится в коде. В двух папках. It's pageant и active. Ну и соответственно там все в файлах формата JSON. И оно может контролиться или верситься. А вот конфиг, который используется сам как дроп, он все-таки в базе лежит? Или он на каждый реквест перечитывает эти файлы? Покажется, но не побольше. Наверное, не побольше. Покажется. 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 Ну, короче, все файлы лежали в папке files. По-моему, да, там два папки как active staging. Вот, весь конфликт, короче. Там папка с специальным кэшем. Ну, это типа sold. Ну, sorry. Да. Вот. Может и файлом обращается. По идее файлом… Возможно, это все рефлексируется в базу данных. Ну, вот восьмерки надо по такому путишке. Сначала работали только с файлами. Потом оказалось фигово. И они сделали это типа… Можно будет потом по квалету. Может быть, типа… Да, оно очень милное. Да, да, да. Ну, и, соответственно, все это может экспортироваться, и экспортироваться из интерфейса. Вот пример конфигурационного файла. Там первый какой-то попался. FieldBuddy.json. Восьмерки, напомню, там YAML-цы. Восьмерки YAML-цы. Восьмерки YAML-цы, да? Восьмерки YAML, да? То есть здесь, здесь? Да, да, да. Насколько я помню, как Асхатя говорила, что явно его выбрали, потому что как-то лучше парситься, распарсивать. Он человекочитаемый более, чем вот это вот. Да, более human-digital, да. Ну, не знаю, мне, в принципе, все равно. У меня еще большую разницу нет. Там поменьше скобочек, побольше осцепок. Вот здесь вот. Поменьше осцепок, побольше скобочек. И еще все людмихи сделали в Markdown. Markdown мне очень нравится. Я его проповедую, поэтому экспират такому сочиню. Это помогает на гитхабе сразу, например, сделать изменения в этом файле, а не бац, отсосаться. Ну, короче, Markdown рулит. Здесь он везде. Мультиязычность осталась больным вопросом. Не смогли. Есть такое утверждение, что отделены переводы языка от перевода контента, по-моему, так сказать. Было в семерке, не знаю, фича это или нет. Но она у них в фичах висит, вот эта вот, верхняя запись. Переводов никаких нет. Нет, они имеют в виду, что у тебя, когда ты смотришь, допустим, французскую версию контента, у тебя админский интерфейс может быть на английском, а не на французском. Как в семерке, так тоже могут. Разве? Да. Ну, тогда я не знаю, что у них есть. Просто в семерке у тебя, если есть при этом английская версия, у тебя бы редиректирована на английскую версию. В семерке отдельный модуль ставится для того, чтобы отделять общий язык. Да, да, да. Ну, что-то там типа любимый язык, что-то такое. Ну да, и здесь, в принципе, тоже самое. А-а-а, да. Может, ты смеется, что ты можешь держать сайт, допустим, ты заходишь в сайт на французском, а сама админка на английском? Ну, может быть, это имеется в виду, например, что северки тоже есть, модулем каким-то делать. Так что особой фичи в этом не вижу, ну, ладно, есть и есть. И сам механизм перевода, по крайней мере, контента, реализован через Content Translation, наверное, более мощный Entity Translation, что как бы не очень хорошо. Я не знаю, портамент Entity Translation или нет, но без этого, конечно, плохо. А в чем отличие от Content Translation и Entity? Content Translation. Главное отличие в том, что, если ты переводишь, допустим, ноду, то у тебя просто вторая нода создается. Какой-то алгоритм определяет, как у тебя показатель. А Entity Translation позволяет тебе транслировать, например, поле Buddy. То есть второй экземпляр поле создаётся. Да, часть свойств может остаться общими. Ну, например, какие-то поля, которые у тебя контента... Ну, как бы я дублирую. Вернее, языка независима. Не надо делать дубли. Ну, как бы это покруче. Хотя в семерах я бы не сказал, что идеальной реализации... А у них нет объяснения, почему они выпали? Надо спросить. Я думаю, просто... Тот подход, он, скажем так, присущ большему количеству модулей, которые, как говоришь, расширят Content Translation, возможно, но он просто из-за охвата того же... А если их двое вместе поставить, то это вообще будет какая-то борьба за власть. Ну, поехали дальше. А, ну и, в общем-то, я подумал, давайте что-нибудь попробуем сделать. Решил скачать несколько модулей. Там, как раз, бу-эдитер, markdown, этот, фильтр, markdown-эдитер. И решил как-нибудь посмотреть. Ну, еще, то есть, бэкап не играет. Короче, слиток на нулей бросил. Сразу, как бы, такое получил. Ну, потом страничку обновил, как бы, все это пропало. То есть, в принципе, все работает. Вот, эдитер протепился. Даже у меня какая-то вот скина такая необычная. Я такую турбаль не видел. Это сейчас новый будет ZD. Да, с новой скиной? Скорее всего. С чем? Ну, скин, скин. Да. Ну, и там сделал одну страничку, и там не получилось. Будем смотреть живое? Конечно, ну да. Тогда я пошел туда. Будем смотреть. У меня, как бы, особой программы показа не было. Ну, давай, сейчас кратенько прибежимся. Розы есть? Розы для него есть? Не видим. Они вообще для чего позиционируют? Для чего можно использовать? Там, вначале было, допустим. Для некоммерческих организаций, которым очень дорого произойдет обоградить программиста до уровня группа 8 Symfony. Так, а что у нас не пойдет? Нет, это странно. Короче, файлы читаются сейчас с диском. Каждый раз, да? Да. Короче, Натануще носили группу 8. Посмотрел на него, сказал, да ну вас нафиг, мы тут что-то написали. Может, я знаю, что там куда-то двигаетесь, но вы все живите сегодня, на седьмом попали. Или живите? То есть, что тут можно сделать такого? Никого поддержки. Никого поддержки. Никого поддержки. Так, вот это уже... Во-первых, они добавили туда стейдж. Бля, ну, пардон. Берегалочки и все. Не берегалочки. Вообще выкинули. Сейчас придет твой коррека. Жаловаться на фичи. Вот. И все его жалования закончатся тем, что вот весь стейджен нормально сделан. Ну, с чего начнем? Что показать? Views давай. Давайте вниз. Или жиши. Ну, вот список Views как бы особо не изменился. А, вот еще, кстати, видите, вот эта кнопочка, да, типа Drop Down Button, она вот здесь тоже повсеместно используется. Ну, давайте попробуем какую-нибудь новую Views. Что-то ушло туда. Здесь особо не поменялось там. Сейчас в самом этом... Обычный тест на самом. Да-да-да. Даже... В этом 20 Views. Тест один раз. Views Pay можно сделать? Что можно? Views Pay. Нет. Панели же нет. Вот, сейчас... Вот видите, вот это уже чуть-чуть по-другому выглядит. Вот это вот чуть-чуть по-другому выглядит. Вот с чего здесь по-другому? Ну, сейчас я вам... Модальное окошко может быть чуть-чуть по-другому. Да, модальное окошко чуть-чуть по-другому. Я, правда, не помню, есть у меня курс. А, скорее всего, ситулзовые модалы заменили по страпу. Страповые модалы? Нет, нет, нет. Страпа нет. Нет? А то норма нет. Ты что, вероидит крючка? Да это просто Goal. Тут даже Views нет. Да, тут Views придется скачивать. Ну, короче, модальное окошко чуть-чуть по-другому. Да, вы же расстреляли. Где? Да, я на 2.5-7 переключался. Показать тебе же, смотри, какой галюной вероидит. А я вообще никакой разницы не нашел. Ну, в общем, вот такие вот Views. Ну, надо заменить Add. Что там есть вообще? Add. Что там? Все то, что там есть. Ничего. Обычно там список из 15 элементов примерно. Обычно, после того, как ты поставил здесь 5 модулей, там есть 5 список. А здесь модулей нет. А здесь нет модулей. Вот, кстати, смотрите, видите, еще прикол. То, что крошки, они вот глачком сделаны. Вдруг ты в одну движешь крошку поменять. Ну да, бывает. Ну, или засунуть их в подвал. Еще, кстати, вы помните, я говорил, что хедер тоже сделан. Ну да, передачи. Сейчас, сейчас, передачим. Вот этот вот новый блок хедер, да, видите, в нем есть даже какие-то настройки. Как сюда добавить какой-нибудь другой элемент? Другой блок создать. Отвернуть форму? Да. Да, таскается. На запределы экрана. А вот хедер написано, это что, это же регион или нет? Нет, это вот это, но регион, но он в рамках layout. Допустим, сейчас мы попробуем создать новый layout. Регионы задают не тема, а регионы задают отдельный layout. Ага. Ага. Вот как работают. Раньше модули и темы, теперь модули, темы и layout. Понятно? Да, 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 да. Скоростью немножко. То есть как-то как-то... Не сквозь сил, но панель держит. А вот, кстати, кондишены. Идея прикольная, конечно, но надо еще пилить и пилить. Ага. И, кстати, у блоков тоже есть... Сейчас блоки найдем. У блоков тоже есть условия. Вот видите, кондишены есть. И можно классно добавлять, что очень полезно. Да. Такие вот нововведения. Еще что-нибудь хотите посмотреть? А из соцсети как зайти на сайт? Ага. Ага. Наверное, должен кто-то портануть сначала хибритау. Натаныч, напишите. А если Натаныч себе напишет, портани хибритау? Я откажу еще. Мне тут предложили POSGOS портануть под Backdrop, пока вас не было. Вот так вот. В принципе, на этом у меня все. Вот. Если хотите, можем продолжить пообщаться по этому теме. Да. Ну, появились ощущения? Ты вообще думаешь, что используют в бою? Что я думал? Да. В принципе, когда я готовился к этой нашей встрече, я думал, может, мне даже один модулю попробовать портануть. В принципе, у меня есть как раз там для Markdown кнопочки, там две строчки, блин. Но когда вот я стал уже работать, что-то вот здесь нет, то где-то много мелочей. Там начнется разгрожать. Которых там либо просто нет, либо там, не знаю, может быть появится со временем. Короче, сейчас пока еще рано, мое такое вот субъективное мнение. Ну, проект интересный, определенно заслуживает внимания. Может, через полгодика, когда уже выйдет восьмерка. Да? Не-не-не, не выйдет. Ну, говорят, в сентябре. Ну, в общем, не знаю. Может, через полгода, как бы, моя точка зрения изменится. На заметку стоит взять. Это такой вот кратеркий выбор. Ну, посмотрите сами. Спасибо! Меня зовут Андрей Березовский. Практически все эти люди не мне, а знакомые. Они со мной как-то пересекались и меня знают. Сегодня мы поговорим про нелегкую судьбу контрибьюторов. Даже не ядра, а просто модулей. То есть те, кто контрибутит в ядро, в котором у меня там есть несколько патчей, они вообще квартиренные для мира все люди. Ну, многие знакомы с Андреем Босниковым, да. Он уже, кстати, не обижается. Причину сошли с вами перепутал опять. Да? Ну, ладно. Так, нормат на лебушку. Отлично. Значит, большие динозавры пойдут первыми. Это мои контрибы. Значит, можно ли социальной авторизации вот этих вот гибридалов и юлогин? Это, кстати, да, это будет конь. Буду подкрыть. Моя большая гордость и моя большая боль, потому что есть элементы в обоих из этих модулей, которые бы я сейчас реализовывал уже по-другому и писал бы по-другому. И вот, как бы, подход выбран верный. То есть мне все нравится по структуре, как оно работает, в принципе, и сколько юзкейсов решается с помощью интеграции с улсами, с улсами, с сейс-статномерологодой, и плагины там используются. Сначала писался юлогин, потом писался гибридалов. В итоге юлогин сейчас требует жесткого рефакторинга и интеграции из них, которые в гибридалов уже присутствуют. И у юлогина вышла также новая API, которая позволяет фигурить включенные сервисы не на Drupal стороне, а, грубо говоря, в аккаунте на сайте самого сервиса юлогина. И подсасывать эти конфиды можно в Drupal, но этого не сделано. И гибридалов тоже требует некоторых изменений, там по части этимизации не все аккуратно и удобно сделано. Но времени на это все не находится. Поэтому, кто заинтересован вообще к интрибуции и прокачке профайлов на группа лорги, буду рад, если вы начнете копаться, разбираться в этих модулях и с чем-то помогать. У юлогин также разрастается и шип-хью. Что удивительно, модули решают примерно одинаковые задачи. У юлогина лишь шип-хью появляется раз в полгода. У юлогин больше сотни стало. У меня когда-то год назад был отцет, снизить их до 50, где-то 52 их получилось, а потом они опять выросли. У меня не все время не отнимало отцет. Следующий большой монстр, которым я горжусь для Drupal, это Image Editor. Уникальная вообще разработка. Аналогов других CMS как нет, тупо. Именно по подходу. Что она делает? Она интервирует кучу всяких разных Image Editor, разных как по подходам к реализации, так и вообще кто их пишет. Это и open-source какие-то, и Image Editor, и сервисы различные, редактирование картин и сайты различные, и веб-камерские движки. То есть, грубо говоря, можно с помощью Image Editor запустить редактора, который реализует интерфейс веб-камеры. Накликать... Лаза как? Стрелочку назад. Накликать там... Себе фоток с веб-камеры, выбрать нужную, грубо говоря, и она сохранится как Image Editor упал, Image Editor упал и так далее. Но в нем есть некоторые вещи, которые стоит менять тоже. Самый большой апгрейд, который был в Image Editor, это изначально описался там одна реализация, сам реализовывал все редакторы и так далее. Потом все перешло на систему плагинов ситуузовых. И это упростило maintenance в разы. Причем ситуузовые плагины там используются не только для редакторов. В виде ситуузового плагина реализован Image Overlay. То есть другой редактор запускается в каком-то Overlay. И вот Overlay сделан в виде плагинов. Там поддерживается, во-первых, слой Custom Overlay, который был изначально написан в код. Поддерживается ColorBox, FitBox, jQuery UI Overlay. Это все в виде плагинов. Плюс еще для чего плагины используются. В общем, модуль такой модерновый, написан именно на систему плагинах. Кому интересно, вот смотрите, разбирайтесь. Там нужно немножко позаниматься любовью с JS. Потому что, понимаете, Overlay там все всплывает. Редакторы инициализируются тоже все в fjs. Потом картинка обратно пересылается. Callback на сервис. В общем, куча лабуды всякой происходит. Когда я это писал, я там, короче, волосы брал на себе и так далее. Чтобы это все нормально более-менее завелось. Мне там потом помогали панчами. Знающие люди, что там можно на лот или на картинки, в принципе, еще что-то, короче. Полезный был именно в плане прокачки JS, но все равно в JS надо рефакторить. Т.е. на хрена это отвертка для сервисов? Да, 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 да. Причем там написан модуль один, как бы, ядро, API, потом написан имидж-эдитр для имиджфилда и написан имидж-эдитр инлайновый. А, кстати, да. Как еще дружку со всеми этими модулями, которые занимаются картинками? Там медиа, там всякая... Да, 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 дружить. Что дружить? Ты еще не захочешь с имидж-эдитр для имиджфилда, который инициализируется только в момент, когда ты заходишь в редактирование ноды с имиджфилдами и можешь там редактировать картинки именно в этих имиджфилдах сидящие. А есть имидж-эдитр инлайн, который позволяет просто редактировать любую картинку у тебя на сайте находящуюся. Прямо в интерфейсе смотришь, там идет одна фотография, вторая на фронт-энде, наводишь мышку там, запускаешь, редактируешь картинку, сохраняешь, все, сохранилось. Перед нейрелись и мышь, конечно, кресет, и все. А если она лежит на экстерном сервере, он тебе об этом скажет, что я не смог ее сохранить. Он скажет, что я с ней смогла ее использовать? Нет, он скажет, что я сохранил вот туда, потому что не могу ее на экстерном сервере использовать. А, сохранил себе. Ну да, положить какой-то backup, не потеряли. Ну это пофигу на уровне файлов. Это логика, короче. Причем для Image Editor inline есть определенные precautions, так называемые. То есть перед тем, как заменять картинку реальную, надредактированную, он ту реальную сохранил себе в backup. И есть специальный редактор картинок, называемый Image Editor inline Reverb, который запускаешь и смотришь все версии этой картинки. И может реверзаться. Ну то есть он довольно давно развивался, там было куча фичи реквестов. В итоге даже выделился в отдельный модуль это поддержка вебкамов. То есть несколько плагинов, которые реализуют сообщения с вебкамерой, поддержанные как отдельный редактор картинок. То есть вдруг говоря можно зайти в ноду, нажать создать новую картинку, сфоткать себя, и эта фотка сразу прилипит в Image Field. Я? Не в одном. А зачем ты его здесь делаешь? То есть я его начал писать. Видите, модуль для одного сервиса, это был Pixel. Не знаю, слышали про такой, нет? Типа аналог фотошопа в браузере. Писал я его, когда еще работал на Acronis, для базы знаний, чтобы редактировать скриншоты можно было. В итоге это все там померло. Модуль остался, идея сама классная. Но там почти 1000 сайтов его используют активно, я не знаю где. Один сайт я видел какой-то. Там художники что-то рисуют, подрисовывают друг другу карикатуры, фигачат и так далее. Следующая интересная разработка это коллаж-форматер. Что из себя представляет? Это позволяет в автоматическом режиме кучу фоток собрать в коллаж. Причем не кропает. Заполнить прямоугольник, грубо говоря, без разрывов, с нужными острыми между фотографиями, если они нужны. И при этом не будет никакого кропания и изменения скейла в картинках. То есть он четко их расставит и у тебя получится коллаж. Используется алгоритм Brick, это binary recursive image composition. его пара парней из Plutpack придумала для софта, который делал коллажи из картинок. Но есть одно но. Этот алгоритм хорошо работает, если вы ограничиваете ему только один размер прямоугольника, который из своей картинки. То есть если вы ему говорите там ограничить по ширине, вы получите нужную ширину, но высота будет, грубо говоря, гуляющей. Не определенной. Как получится, так и получится. Либо ограничить только высоту, и тогда ширина будет гуляющую коллажи. Есть там всякие кучи настроек, короче говоря. Интересно было реализовать именно математику вот этого пересчета размеров изображений из изменения аспекта, чтобы они вписались прямоугольник. Возможно, есть способ улучшить работу и улучшение для Fitch. Фича будет в том состоять, что можно вписать любые картинки в любой прямоугольник с четко заданными размерами круга голя. Ну, кроме крайних случаев, когда у тебя прямоугольник 1000 пикселей на 1 пиксель, конечно, такие не рассматриваются. Но более-менее хороший аспект, допустим, задаете 1000 на 500, мне сделай коллаж. И есть алгоритм другой, не Brick, а генетическое программирование, знакомый термином Нажима и Вадиму. В чем он состоит, я не буду рассказывать, довольно сложная эта тема. Но, грубо говоря, этот алгоритм позволяет занять максимальную площадь этими картинками в этом прямоугольнике, который вы задаете, без изменения аспектов, чтобы картинки изменялись. Есть другой модуль, в RuPaul Community уже был, Image Matrix называется, но он не использует никакой алгоритм. Он, грубо говоря, использует predefined layouts для картинок. То есть был написан кем-то сторонний классик, который говорит, что на входе у нас 15 картинок, делим их на какие-то группы. И потом, если 4 картинки, то располагаем вот так вот в таком layout, 3 картинки в таком layout и 2 картинки в таком layout. И собирает эти layout вместе. Мой модуль отличается, короче говоря, в некоторых аспектах. Допустим, для того, чтобы ресайзить картинки, я использую встроенную систему Image Styles в RuPaul. А в Image Matrix используется сквозь просто доставки картинок. То есть они написали вообще свою систему генерации именно зарисайзенных картинок. И это мне не очень понравилось, поэтому здесь используется именно Image Styles. Так, можно вопрос. Да, можно потом назвать. Смотри, у тебя Image Styles используется, да? А если устройство, скажем, на линейку устройства, скажем, у вас хотя бы устройство, то для каждого размера надо будет свой создаваться правил? Нет. В том-то и дело, что хотя layout создается в виде матрешки, то есть он респонсив, вложен в гифчиках. Физические размеры? Физические не меняются. То есть как один раз, если ты раз выдаёшь в ширину 600 пикселей, он один раз рассчитал параметры картинок, сгенерил их, и потом при ресайзе экрана он выдаёт всё равно тот же размер картинки туда отдаёт. Они ресайзятся, а уже проводят там. Яндекс старт. У меня есть набор модулей, которые имеют отношение к яндексовским сервисам. Первый список написан в сотрудничестве с Костей Камелином модуль из Кази до Кооперейшн. Яндекс.Сервис.Информизация API. Грубо говоря, это API-модуль, который позволяет авторизовать ваш сайт для использования различных сервисов Яндекса. Мне он нужен был, в частности, для Яндекс.Вмастера. Причём Яндекс.Вмастер это был написан Димой Макеевым, по-моему, модуль на конкурс от Яндекса. Потом он его выиграл и забросил. Я открыл в нём новую ветку 2x для отличия как раз оригинальных текстов. То есть когда текст на сайт пишется, чтобы он автоматом сабмитился в Яндекс, и сразу ваш авторский правильный яндекс понимал, что это как пластик. Там как раз нужна была авторизация в Яндексе. Я знал, что это есть Яндекс.Метрики. Списались мы с Костей, с Катей. Короче, вычиняли этот функционал, в отдельный модуль перенесли и допустили. В следующем уровне Яндекс.Шаре мне он тоже достался по наследству от другого программиста. Тоже открыта ветка 2x. И как раз на Яндекс.Шаре мне снизошло очередное откровение Drupal, это то, что DrupalRender имеет prerender callback, который можно динамично к элементам подключать в JS. Кто-нибудь чё не понял? Где он там? Кто он где? DrupalRender функцию? DrupalRender. Она запускает такую штуку как prerender callback для элементов. О чём-нибудь говорили? Они нужны и часто используют как хак, чтобы юзать кэш рендеровский. Обычно при рендере делают heavy stuff. Ты чё там делаешь? Я там динамично подключал нужные мне JS-ники в зависимости от настройки виджета. То есть у меня виджет Яндекс.Шаре реализован как элемент, именно через hook.element.info. И чтобы использовать систему загрузки Яндекс.Шаре, либо автоматическую, либо стандартную, там есть инициализация виджета различная, мне нужно было подключать различные JS-файлы для этих двух разных случаев. И делать разный вывод. То есть именно на уровне HTML тоже. Вот для этого использовался prerender callback. Получилось занимательно и познавательно. Следующее это ViewSrss Яндекс.Энимер. На самом деле это самый первый модуль, который я писал для сервисов Яндекса. Другой говоря, позволяет в модуле ViewSrss, являясь его расширением, добавить именно индексовые таги, которые нужны для Яндекс.Новостей. Это там Яндекс.Лога, Яндекс.Жанре, Яндекс.Онлайн, Яндекс.Фултекст и куча всяких шереней XML для Яндекса. Да? Что-что? Для Яндекс.Новостей, да? Да. Но при этом RSS не ломается. Какая это фыск? Ну, я могу эту RSS-ку использовать еще для чего-то. Ну, если этот что-то поймет Яндекс.Новостей, то пожалуйста. То есть это отдельная вьюха создается отдельным дисплеем в RSS по филдовым и так далее. И поддерживает именно ассайминг любых филдов, линксов и таггинг. Недавно там произошел большой апгрейд. Добавилось Яндекс.Лога и версию для шестерки или семерки. И еще один байер, который, если не помогал, портанул его в таггинг на восьмерку. Следующее. Small things. Полезные штуки, которые там. Это часто используют. Пейс-формат что-то говорит вам название, нет? Полезная штука для любого контентного сайта. В контентном сайта я называю сайт, у которого есть несколько редакторов. Которые в админке что-то делают контент. Из Vardar, когда вставляют. Ну не только из Vardar, в каких-нибудь других сайтов вставляют и так далее. Когда там тянется куча ненужного маркапа, попадает вам в базу. Пейс-формат что делает? Он позволяет почистить текст прямо в момент ставки. Чистит его форматом текста, который задан в настройках. И возвращает отфильтрованный текст вам обратно в Vardar. Понятно, да? То есть более очевидно для редактора. Какое будет? Да, редактор видит результат. То есть если не чистить, грубо говоря, вставлять в таком стайле. Он видит одно в редакторе, сохраняет. Потом у вас ранятся фильтры, которые перед отображением получают на выходе другое. Но тут, грубо говоря, особенность, что надо чистить текст другим форматом текста, не тем, который вы используете при отображении, естественно. То есть у вас должен быть отдельный формат текста с фильтрами, которые вычищают все эти грязные ставки. Которые вам не нравятся. Которые вы не хотите иметь в базе. Штука полезная. Проверенная на редакции Forbes'а, Ok Magazine и других сайтах, где, короче, пути редакторов все их пишутся. А как вы настраиваете? Именно форматом текста? Да, создаешь в админке, в группальской, прям родной формат текста. Накидываешь туда фильтров нужных. Используя там всякий Vizvig-фильтр, purifier, любой, короче. Фильтр, который в группаль. Настраиваешь, чтобы правило чистить тексты. В настройке выбираешь, что чистить текст этим форматом. Реализована пока что именно глобальная для сайта формат текста чистки приставки. То есть нет такого, что в одном Vizvig-профиле одним форматом текста чистить, другом другим. Только один глобальный для сайта чистки приставки. Есть другой модуль sanitizable, который делает следующее. Он позволяет вставлять все, что хочешь, а чистить текст уже при сохранении базы замка. Тут возникает разрыв, что редактор опять видит не то, что на самом деле ему потом покажется текст. Причем это нарушает еще принцип Rupala сохранять то, что засадмитил редактор. То есть группа 2 редактора садмитит одно, а в базу уже попало другое, потому что почистила все санитайзимы. Примерно похожую цель преследует, но решает ее немножко по-другому. А еще можно вопрос? Ты не смотрел действительно сети-эдитровские настройки? Чем они плохими? Я объясню, чем я руководствовался при написании base-формата. Я сейчас не смогу привести вам конкретного юзкейса, почему меня не устроил сети-эдитров. Но, во-первых, если использовать самые жесткие правила чистить репплейн текст, то теряются всякие балды, талики и так далее, выделения семантические, которые для текста нужны, хотелось бы их сохранить. С помощью base-формата их можно сохранить. Если использовать вставку из варда, то она не работает, допустим, если текст копировал с какого-то сайта. Со всякими стилями и так далее. Я ставил background thread и текст какого-то другого. По-моему, там есть просто флаг отрезать все атрибуты. Есть, да. Но в итоге, что меня напрягало в чистке сети-эдитров, он это делает сам в каком-то JS-коде, я его не контролирую. Когда я это посылаю в формат текста в друбальский, я сам контролирую набор фильтров, я сам могу написать на PHP-фильтр, который мне нужен. Не-не-не, кодить в JS я там сказал нет сразу. Короче говоря, более контролируемый процесс получается именно для меня и для других программистов, которые больше баканщики, чем JS. SHA-42 это еще одна шарилка, написано давно, требует рефортеринга. Почему 42? Сервис называется SHA-42. Грубо говоря, там было 42 кнопки, потом стало 45. Короче, изначально было 42, назвал автор SHA-42 модуль. Сайт SHA-42. В чем прикол этого модуля? Это в том, что он не тянет никаких экстернозависимостей вообще. То есть, когда у вас отображаются виджеты и шарилки в соцсети, у вас нет загрузки JS в смешки, сервисов и так далее. Да, грубо говоря, сайт очень быстро отображает этот виджет, ничего страшного не происходит. Там дизайн стандартных кнопок. Дизайн, какая кнопка стандартных? Дизайн, там, грубо говоря, есть по размерам, но когда конфигуришь эти кнопочки на этом сайте, ты в итоге загружаешь архив со спрайтиком картинок и с JS-ником для этих сервисов. И, грубо говоря, ты этот спрайтик можешь подменить на свои кнопочки. Вот такого рода вещи. Потом кладешь то, что загрузил с этого сайта в libraries, и, соответственно, можешь иметь либо один конфиг на нескольких сайтах мультисайдинг, либо там каждому свой подкладывать и так далее. Следующий модуль – Cache External Files. Это маленькая ученика, которая позволяет внешние JS-ники, то есть писать именно для этой цели, сделать локальным. И обнадать их с каким-то периодом патронов. И, грубо говоря, в одну из них вы вставляете ссылку на одноклассники opennapi, короче говоря, какой-нибудь CSS-ник, и говорите обнадать этот файл каждые три часа, именно у себя на локальном. И он начинает с сайта с Default Files, создает папочку потом по папке по домену, пути и так далее, и кладет туда эти файлики. Для чего нужен? Для того, чтобы потом вы могли эти файлы агрегировать в свои CSS-ники, либо просто добавлять drupavet.csa, drupavet.js. Они становятся локальными для вашего сайта, которые обновляются постоянно. Он перебелся никакой. Что происходит с ссылками из этих CSS-ников? CSS-ники обрабатываются отдельно, и все, что там стоит в URL, оно тоже локализуется. Соответственно, туда же скачиваются картинки, которые относительно этого CSS-ников лежат в том же месте, чтобы он их подцепит. Я не пробовал hook.js-alter просто подменять контент. На что подменять? Ну ты же можешь, например, то, что добавляется через drupavet.js, ты можешь подцепить через hook.js-alter и просто, по сути, подменить его. Но вот этой фичи в этом модуле нет. То есть в принципе можно было бы, да, наверное. Но картинки все равно пришлось бы скачивать. Нет, естественно, их пришлось бы скачивать, конечно. То есть здесь пока что мы только скачиваем. Возможно править пути в самом CSS, URL, вот эти вот вещи. Нет, пришлось бы. Потому что браузер же запрашивает у тебя по ссылке его. Все равно. Но есть и другое применение. Какое другое применение? То есть у вас есть система сайтов, и вы хотите на один сайт загрузить новый документ, чтобы он автоматом этот фарик обновился на других сайтах. Вот тоже обычная ситуация, когда это можно использовать. То есть на всех остальных сайтах-сателлитах настраивать, чтобы такой-то фарик брать оттуда, сохраняется локально, вы можете никовать его там, где угодно, на своем сайте. Такого рода вещи. Обновляются по крону через настраиваемые промежутки. Для каждого файла можно выбрать свои промежутки обновления. Вот еще делитка — это add link to copy text. Круто говоря, интегрирует джейсник один. На сайт было правильно. Это в определении больше настраиваемого количества символов добавляет в скопированный текст, то есть когда уделяют Ctrl-C, в скопированный текст добавляется ссылка, читать далее вот здесь. Вы понимаете, да? А, пусть ругается, короче, меня просили это написать, я не стал. Ну да, да, мы работаем. А, то есть вы скайдили скандальные тебе? Скандальные? Нет, это не было скандальные. По скандальному сейчас перейдем. По скандальному сейчас перейдем. По скандальному? Фотобокс. А, ну, фотобокс — отличная тема вообще. Что такое фотобокс? Это уникальная штука, которую я не знаю, почему так мало ее используют. А давайте я встану там с молоточком. Так, кто покупает фотобокс? Рода, да? Чем он понравился? Он сделан чуваком, который хорошо шарит CSS3 и во всякое его будение, как там, блин. Я, честно скажу, вёстка не моя сильная сторона. Как? В этом все зиму бакетик друбал, а что он маяк запрос? Вот. И он написал очень гибкую, там, респонсив, галерейку с хумнейлами внизу, которые там при двигании мышки, если все хумнейлы не влезают, они там скролятся, короче. Все гибко, клево, классно. Гораздо круче колорбокса. И, в чем основная фишка для меня, вот недавно в работе выявилась, в него очень удобно встали баннеры. Грубо говоря, сайт у нас контентный, срабатывает на баннерах, нам пришлось вкрячить галерею, в которой он лайтбоксов. Чего можно вкрячить баннеры, а? Через некоторое количество фотографий баннер ставить? Ну, он обновляется через некоторое количество. Нет, не вставляет. Прямо фотография, рядом с ней баннер, сверху у нее тоже баннер, короче. Вот такого надо ищить. Прямо верстку лайтбокса вставить баннер. Это понятно было. Все, короче, сделать ужасную горстку, которую никто никогда не поображал. В чем прикол фотобокса? Мы пытались сначала колорбокс под это приспособить. Очень-очень долго плевались, ничего не получалось, потому что там все ехало, короче говоря. Особенно при изменении размеров, вообще все уезжало куда-то там. Фотобокс идеально подошел. Буквально два дивчика добавили, вставили баннеры и все отлично работало. Само там все заресандилось, вставало как надо, ничего никуда не уезжали. Классная штука. У меня раньше был для него написан модуль, еще до того, как я с баннерами столкнулся. Я его для себя переоткрыл буквально в конце прошлого года и чуть его там даже заимпрувил, и вроде как он начал получать какой-то гейн популярности. У меня было в районе двух сотен использований, сейчас там 230, то есть он начинает расти. Есть вопросы по фотобоксам. Это lightbox. Галилейка. С очень удобными этими тхунгнейлами, сразу в коробке. Можно отключить. В модуль не встроено отключение, но сама библиотека позволяет задать флаг, что тхунгнейл не нам нужен. Нет, он видоса тоже умеет. В смысле модуля моего, чего умеет хватать? Модуль только и имидж. Он форматер для имидж филда сейчас, там больше ничего нет. Индеграция с юсами никакой нет. А это? Например, файл может? Для файлов филда что-ли? А что у тебя в файле? Ну, например, сколько вы ее запекали? Я не знаю. Я не знаю. Нет, не умею. Эдминер, короче говоря, это тоже по наследству от другого. Короче говоря, что это такое? Позволяет использовать систему управления BD типа PHPMyAdmin, админер скриптик, который тоже к мускулю подключается. При этом требует скачки естественной библиотеки, положить ее в libraries, как обычно. Такой вот таск, короче, позволяет творить. Работает, хорошо? Работает на поло. Хорошая интернет. Вот. Идем к таким модулькам, которые такие и да, и нет, и плюсы, и минусы. И когда я некоторые из них писал, мне было, а зачем это надо? А в то же время... Заказчик требовал, как говорится. Понимаете? Первый из них вот background audio playback. Ну, грубо говоря, вы понимаете, что вы заходите на сайт и начинает играть музыка. Ну, никому это как бы не нравится, но некоторым вот творческим личностям это очень нужно было, чтобы там... Особенно, один из кейс меня поразил уже после того, как он был написан, ко мне пришел чувак, который говорил, я бы хотел, чтобы при чтении псалмов, размещенных на сайте из Библии, играла всякая арканная музыка, грубо говоря. Ну, в общем, церковная музыка играла. Вот. Ему он очень понравился, этот модуль, витор, клевый, все классно. Что он делает? Он позволяет составить список файлов, которые он будет в плейлисте проигрывать. Причем для него пришлось мне самому написать для медиаэлемента, библиотеку, плагинчик для плейлиста. Чтобы можно было в медиаэлемент кормить плейлистик, чтобы отображался этот плейлистик, там, графический UI. Чтобы можно было шапфировать этот плейлистик и видеть этот плейлистик и так далее. Понимаете, о чем я говорю? А он играется как-нибудь с Ajax, чтобы я ходила по сайту, а он продолжал играть? Да. То есть его можно, если вы применяете какую-то технологию, которая вас в странице перегружает по Ajax, то тот, грубо говоря, технический элемент, который реализует play, pause и button, то есть этот элемент, он вынесен из основного дива, который будет обновляться, и сам проигрыванием занимается джейсинг. То есть, грубо говоря, если у вас есть какой-то код, который вам аяксифирует сайт, то эта штука будет работать. Но она даже будет работать, если у вас сайт не аяксовый. То есть, каким образом она будет работать. Вы переходите на другую страницу, да, возникает некоторый сбой, но играть продолжает с того же места. Этого файла, где там было, короче. Надо поставить себе эту штуку. Реализуется через куки. Не вконтакте, конечно, в музон, но, грубо говоря, работает. Другая фича, что там API сидит отдельно, а тот функционал, который как бы написано, чтобы было понятно, что это такое, мы реализуем в виде блока группальского. И в блок можно либо самому загружать файлы, либо указать вьюху. Вьюха должна выводить просто файлы с фидами. И он сам будет, короче, пихать это. Для чего была написана иммиграция с висом? Один человек говорит, я хочу, чтобы юзеры сами себе плейлисты составляли. Это позволило ему настроить вьюху с аргументом юзера, грубо говоря, и плейлисты составлять, грубо говоря, из юзерских файлов. Понимаете, да? Или юзерам помеченных файлов на сайте, короче говоря. Вот такого рода вещь. С background audio понятно всё, да? Сколько инсталляций? Сколько инсталляций? Я сейчас затрудняюсь, можно и потом. Сейчас смотрим. Ты смотрел? Сколько инсталляций? Сколько инсталляций? Сколько инсталляций? 377. Видишь, растёт, короче. Она больше 66. Да, больше 66. Ну, то есть, иногда я сам, на самом деле, не понимаю, откуда берётся юзер. Вот следующий модуль, если у вас нет вопросов, он вообще там мегапокулярный, там у него за тысячу уже переводил. Мегапокулярный у нас тоже совершенно. Ну, извини меня. У кого как. Андрей берёт количество? Да нет. Почему? Гибридалов, по-моему, там за четыре тысячи переводил. Copy prevention, короче. Это как раз такой скандальный модуль, который хотели удалить вообще. То есть, я там его спокойно сидел, понял, короче. Смысл этого модуля в том, что есть, опять же, творческие личности, которые очень там с криминалом относятся к своему контенту и говорят, я не хочу, чтобы кто-то там... Хочу видеть всего. Да. Мог его скопировать, короче говоря, и так далее. То есть, нажать там, выделить текст не мог, там, буфер обмена скопировать, фотку просто так не мог утащить с сайта. Вот такого рода вещи. Этот модуль реализует. Почему был написан именно модуль? Потому что, когда я столкнулся с этим реквестом от своего заказчика, я начал рискать, кто как это делает. Все, что я нашел, это были какие-то хаки на любые темы. То есть, все говорят, да там, в том, по хп, по хач, чего-нибудь там вот так, все нахренач как-нибудь, нормально. Дальше, ладно, пусть функционал, грубо говоря, я думаю, что не пользуется спросом, не популярен вообще какой-то криминный. Давайте реализуем его хорошо, ладно. Заказчик прав, просто плохой функционал, давайте его напишем хорошо. Так, чтобы, блин, приятно было его использовать, понятно. Написан был CopyPrelation. Что он делает? Ну, кроме того, что он навешивает на баде, типа, onRightClickFalse, onCopyFalse и на выделение тоже false, короче говоря, он не позволяет другое контекстную менюшку вызывать, выделение делать и так далее текстом. Он еще с картинками очень интересно работает. У него есть такой функционал, что он может при наведении мышки на картинку накрывать ее картинкой один пиксель на один пиксель, растянутой на всю эту картинку, грубо говоря. И когда чувак пытается просто правой кнопкой щелкнуть на картинке и скопировать, он копирует эту картинку, которая один пиксель. Он как-нибудь удачно сохраняется, он в недоумении смотрит на нее, как так? То же самое происходит с Драгонтропом. То есть мышку навел там, звикнул, на дестор перетащил, один пиксель. А-а-а-а, понимаете? Ну, вот такого рода функционал это модуль реализует. Такой модуль был установлен на том сайте, где я пытался картинку скопировать? Возможно, кстати, возможно. А сегодня же он спинал. Ты его слушаешь спокойно, да, и... И как бы смысл был не в том, чтобы прям вот вообще там, закопировать эти модели, скопировать. Смысл был в том, чтобы затруднить людям, копировать. F12 и все, и проблем нет. А, F12 не знают 80% как бы, да. Людей, которые пытаются стянуть. То есть, таргет-аудитория, там вот заказчик был, делал таргет-аудитория, именно другие дизайнеры, которые в вебе тоже не сильно сильны. И, грубо говоря, не знают. Они там друг у друга шатаются. Принц-крин. У меня же... Принц-крин, да, работает. Это системная функция. Если нажима такая кнопка, там... Она системная. Сразу форматирует. Ты не перехватывай. Ты не перехватывай. Нет. Возможно, перехватывай DVD-фичей рингвезы, сожжет патч, я приму. Они работают при включении JavaScript-проузе? Нет. Нет. Естественно, нет. Нет, смотри. Можно просто hook page-alter и там, короче, ввозь сообщение. Включите JavaScript. Нет, нет, нет. Если JS включен в браузер, то, может, картинки не выводить с помощью WazeLow, да, какого-нибудь? Да. Вот и все. Ну и текст тоже. Ну и текст тоже. Развращивают. Ну, то есть, можно извращаться долго, если хотите, можете развивать эту идею, я принимаю патчи. И еще один функционал, который есть, это он может добавлять мета-так и заголовок для поисковиков, что типа не индексируй картинки с этого сайта, чтобы картинки не удалили в поисковике. Понимаете, да? Вот такой вопрос. Почему хотели удалить? Объясняю, почему хотели удалить. То есть, я разместил этот модуль, там еще не было вот этого функционала, там, что картинка накрывается одним пикселем. Был только вот, типа, в баде присобачить, там, пару атрибутов, чтобы затратить. Потом мне костников скайп пишет, Андрюха, зайди в Ирку, тут, типа, твой модуль хотят похереть. Я на скроме, давай искать клиента для Ирки, ставить его искать. Куда там надо заходить, короче говоря. Захожу, типа, чуваки, я тут, типа, вот тут. Мне сообщили, что у вас не было обсуждения, типа, хотели говорить чисто, да, да. Типа, типа, мы хотели удалить. Я, короче, зашел на сайт, мне понравилось фотку. Я пытался ее скопировать. Вот так плачущего мужика. Я хотел ее скопировать. А твой модуль передал. Глупо говоря, они говорили, что Drupal это такая система, которая не должна поддерживать вот такие вот технологии, которые затрудняют, там, людям работу с сайтом. там, там, accessibility уничтожают, но и так далее. То есть, вот такого рода домосла там высказывать. Если кто хочет почитать историю более-менее с фактами, в issue.q этого модуля есть закрытый issue, где это все описано, там, с подробностями и так далее. Плюс это побудило меня на страницу проекта добавить тоже там абзац, что люди, знаете, что вы делаете, грубо говоря, что там есть соображение, что это там ухудшает юзабилити сайта, типа, за подробностями вытаешь ее. И там было предложение вообще добавить в этот модуль зависимость на, как он там называется, Bad Behavior? А, Bad Judgment. Как это ухудшает accessibility? Если делать по accessibility, там, нужно просто, чтобы размер шрифта... Не, ну там, грубо говоря, правая кнопка мыши не работает. На сайте. Ну, а там, ну, где на клик заходишь, и она там не работает. На клик нельзя скопировать. Ну, вот. И что теперь? Ну, короче, такой контролёр шоу-модуль, который там сколько сайтов влезает? 1200, там, с копейками, короче. Он растёт почему-то. Растёт довольно быстро. Видимо, много таких. Ну, потому что этот канал наверняка повысил. Нет, нет. И потом я выше Q получал несколько там ответов, что типа, да как так вообще? Спасибо-то. Типа, мне бы пришлось весь проект на флэше переделывать, там, ля-ля-ля-па-ля. А тут такой модуль, короче, спас мне жизнь. То есть, если люди там есть довольны, есть недовольны. Есть те, кто баги сомнитель. А вот в Firefox какой-то версии, короче, у людей получается копировать. Типа, что такое? Растописка. Ну, прикольная штука. Вроде да. Народ хавает, я не против. К себе на сайт я не знаю места, кроме того, в единичном случае. Можно вместо одновительно картинки чернить свое там. Можно, да, большой черный гол туда вставлять. Зачем черный? Ну, не знаю. Файл воутинг, короче, следующая штука. Это... На друповую был реквест. Я хочу, чтобы юзеры голосовали за файлы. Не знаю, как вообще. Типа, хочу, чтобы юзеры оценивали фоточки. Не хочу для каждой фоточки делать отдельную ноду. Ну, грубо говоря, вот такого рода вещи. Соответственно, ну что, пожалуйста, не созрос, есть результат. В формате любого файл филда, либо имидж филда, придается просто включить воутинг. И виджеты 5-стара, короче, придаются у каждого файла. То есть потом при отображении этого форматера у вас идет картиночка виджет 5-стара с голосовалкой, пожалуйста. А смотри, если один файл он как бы присоблачил в нескольких местах? По фиду. То есть голосовалка сухоняет по фиду. Да, конечно. Сомневаемся. По файл-айд. Какая это галерея? Если какая это галерея. В колорбоксе, например, что ли? Ну, если фоточку открыть в колорбоксе, там этого не будет. Это будет именно только, когда фоточка показана в контенте. Чтобы она показалась в колорбоксе, надо это дорабатывать. Но, как бы говоря, я большого распространения не получил. А когда я его написал... А если бы ты назвал имидж? Ну, это было бы неправильно концептуально. Потому что он позволяет голосовать за текстовые файлы тоже. Но, как бы, в основном голосовать... Ну, короче, кому надо было наличие. Самый большой прикол это то, что, когда я писал уже на друпову. Вот, чувак, смотри, я тебя накатал монстр. А мне уже не надо, я по-другому сделала. Понимаете, да? Вот. ImageXivAutorotate. Недавно о нём в Drupal MSK в Санкт-Петербург писал, что... Короче говоря, бывают ситуации, когда вы загружаете фото на файл. А у него там перетутана ориентация, короче, наверное. Ну, это ленивых. А? Ленивых, кто не хочет в Photoshop? Ну, ленивых. Людей, которые, короче, хотят что-то включить, чтобы она работала. Я недавно эту проблему как раз для LK Magazine решал. Там куча фоток всяких звёзд второго эшелона грузится. И, короче, они столкнулись с этой проблемой. А сам не поймёшь, у этих звёзд у тебя вверх-вниз. Не, ну там не то, что вверх-вниз, там лево-вправо чаще путают. Пришлось написать. Причём он использует, грубо говоря, уже написанную технологию. ImageCashAutorDate ProModule, который позволяет добавить эффект, который поворачивает картинку по LXIV-информации. Но твой модуль всё равно круче, да? Не, но мой модуль не то, что круче, там надо руками это настраивать. Когда ты этот эффект включаешь, тебе надо его во всеми части прокидывать. А этот просто реагирует на любой файл, загружаемый в систему. Типа на файл пресейк, что ли. Андрей, он сам файл редактивный, да? Да, конечно. И информацию EXIF потом удаляет? Нет, не удаляет. Просто она тоже место занимает немало? Ну, это есть другие модули, которые им мешать, и Optimize, которые там всё чистят. То есть их, грубо говоря, можно в очередь поставить, а не будет? Ну, грубо говоря, вот этот модуль будет действовать сразу автоматом на любой фазу в систему. Его даже не надо на ночь не ставить. То есть на каждой системе будет храниться уже измененная картинка? Да. Это важно понимать. Если будет труда, которую человек занял, она уже будет изменена, уже будет в таком случае, если я ее могу попросить. А если в EXIF нет? Если в EXIF нет, то извини меня не то, тем он не может сказать, как я правильно ориентирую. А он ничего делать не будет просто? Нет, он ничего не будет. Просто всё. Всё с удовольствием. Всё, оставлю картинку. Ну, после того, как я это написал, он у меня лежал, короче говоря, после кастома. Потом пришел чувак на духу луку и сказал, у меня такая проблема. Пришлось мне его выложить в паблик. Сделали это, подумав головой и мало, но в итоге обнаружился дупликат. То есть есть модуль, делающий то же самое, но он не использует готовый эффект из imageCash AfterRotate. Он сам написал, там код реализует сам этого эффекта. И он, грубо говоря, реализовал его хуже, чем в imageCash AfterRotate уже написано. Но я думаю, что в итоге я с ним свяжусь и скажу, чувак, извини, я тут случайно опубликовал. И эта мысль мне пришла буквально 5 дней назад. Я решил просто, вижу, там 19 сайтов используют, и решил просто назовите дупл и EXIF Rotate. Ну, как бы я искал его сейчас, когда я понимаю, что это такое. И мне вылез тут модуль, который уже написан. Соответственно, надо будет учиться и делать. Скорее всего, мы как-то объединим усилия. Какой-то один модуль это все сольем. То есть у него нет никаких деплентансий на imageCash AfterRotate, а у меня есть деплентансий. А у стафф. Другой стафф, на который у меня еще есть. Зачастую тупо не хватает времени, чтобы это было задвигать. Но это, грубо говоря, идеи, которые приходили в голову, которые писались. Decision 3 это модуль, который сейчас существует только для шестерки. И он основан на принципе энтропии. Грубо говоря, если у вас есть набор каких-то сущностей. Допустим, ну, самый простой пример, пусть у вас есть товары в магазине. Товары характеризуются, допустим, по цвету, по форме или по чему-то еще. И вы хотите пользователю не просто дать поиск с фасетами по этим товарам. А вы хотите, чтобы пользователь ответил на набор вопросов и вы ему показали товар ему подходящий. Вот для этого Decision 3 используется. Вы составляете, грубо говоря, набор вопросов в виде термина с таксономикой. То есть реализация может меняться, но идея такова, что вы составляете набор вопросов. Для каждого имеющегося товара отвечаете на все эти вопросы. и Decision 3, используя принцип энтропии, сейчас уже затруднись рассказать, в чем его основа, то есть он позволяет пользователю за наименьшее число вопросов получить подходящие под его ответы товары, грубо говоря, или сущности, которые вы описали. Он мне нужен, изначально я его планировал, это именно для базы знаний. То есть приходит пользователь, отвечает на вопрос, у меня какой-то там ваш состворный продукт, у меня такая-то версия, у меня такая-то ошибка, у меня такая-то операционная система, у меня такое-то сообщение в влоге, и ему там набор решений, грубо говоря, дается. Вот для этого я это планировал использовать. Но, грубо говоря, написан он именно с использованием энтропии, я уже не помню. Короче говоря, функция, которая считает, делит множество ваших товаров на какие-то подмножества, и пытается сформировать поток вопросов именно таким образом, чтобы вы, отвечая на каждый вопрос, получали как можно меньшее набор множества, удовлетворяющее вашим ответом. Причем неважно, какие ответы вы в вопросах выбирали, чтобы было усечения как можно большее с каждым вопросом. То есть вот такой вот файндер, грубо говоря, недофайндер. Есть такая игрушка, которая угадывает человека. Нет, она, по-моему, угадывает животное, которое вы загадали за 10 вопросов или что-то подобное. Ну, там и человеку можно. Ну вот, да. Тут тоже алгоритм, да? Да, да, да. Та же самая энтропия. То есть там стопудовая атристика. Ну, тут, скорее всего, с ним проблема в том, что надо придумать какую-то другую именно реализацию на трупаловских сущностях. То есть что-то другое. Не таксономию использовать для вопросов и ответов, а что-то другое. Во-первых, сколько людей считают, что оно работает. А во-вторых, я тут полный речень в коммерсе, что там есть какие-то механизмы, типа, когда в любых магазинах на основании поиска, там, типа, любая реклама, контекста, там, что угодно. Вот такой вот интеллектуальный поиск. Рекомендации не состоят. Ну, да. Как с этим дела стоят? Что в Яндекс.Маркете есть такие гуру-вопросы. Ты заходишь в раздел ноутбуков, отвечаешь на вопрос, что тебе надо, там, ну, для ребенка, там, у меня дешевый, еще что-то. Возможно. Нет, таких помощников вообще на сайтах всяких много. Нет, ну, а как там в друг поля, в частности, в коммерсе обстоят дела? В коммерсе этого слова нет. Ну, в основном, все давят же именно на посетный поиск. Он в каком-то смысле похож? Ну, а там нет такого, что, ну, не по вопросам, а по действиям. В коммерсе? Да, в коммерсе. Я не знаю. Я ни одного сайта на коммерсе не привозил. Самое простое, что там всякими товарами покупали. Вручную линикуете? А, вручную? Вручную линикуете? Вручную линикуете? Вручную линикуете. что вы при просмотре товара, смотрите там, с этим товаром покупают, что там реально что-то, что с этим товаром покупают. Да нет, это просто дешевое, это то, что на сконтакт залежалось, что туда не пихают в реальной жизни. Счетчик-счетчик, текущее состояние чуть ли не экономики, за последнюю минуту сколько-то денег потрачено в магазинах, то есть, что там просто сделал и крутил, и ну там может на основании каких-то более-менее здравых значений еще. Нет, вы работаете, а что, дешевое средство. Влады, поехали дальше. CK Editor Lite, короче, интегрирует один плагинчик для CK Editor, который позволяет трекать изменения. Плюс написано... Что позволяет делать? Трекать изменения в тексте. Ревизер создает? Нет, но ревизер не создает. Прям в тексте вносит разметку, что вот такой-то ревизер это удалил, а какой-то юзер это добавил. Коммент-коммент. То есть через ревизион? Нет. Ревизион же делает, дипы там есть. Нет, он не показывает... Вы не понимаете, в чем суть. У этот плагинчик, допустим, есть редактор сайта, есть какой-то модератор сайта, и потом опять какой-нибудь главный редактор. Редактор сайта пишет статью, потом туда заходит модератор и вносит правки. Он тупо разметкой отрывает, замечает эти правки. Да, да. Потом туда заходит главный редактор и говорит, эта правка опруст, это не опруст, это опруст, это не опруст. И эти изменения там либо опрувятся, либо исчезают. Все тупо генерирует разметку. Да, да, да. Плюс позволяет просмотреть текст, грубо говоря, со всеми изменениями, текст доизменения. Вот такого рода вещь. Это вот прям редактор и секи-едитер, этот плагин делает. И у меня написано еще entity, хук entity, что-то view и что-то подобное, который там при реплейсом эту разметку вырезает, соответственно, для тех узеров, которые не должны этого видеть. И плюс написан блочок, который можно поставить с двумя кнопочками, там, show with changes, show with out changes, короче. Вот такого вот охреня. Понятно, да? Не знаю, кому это вообще пригодилось когда-либо нету, потому что 40 сайтов это пытаются юзать. Потому что, когда я это написал, я понял, что функционал абсолютно не удовлетворяет юзабильности. Ну, юзабильность у него, короче говоря, не очень хорошая. Почему ты так решил делать за ним? Решил делать через ревизию что-нибудь? Нет, он просто прикрутил модуль. Прикрутил готовый плагин к редактору. Плагин к секи-едитеру, потом взял его и интегрировал, и понеслась. Как называется этот плагин с секи-едитера? Так и называется секи-едитер lite. Лайтер шифровуется Loop Index Tracking Enhancement. Слушай, я буду с секи-едитера lite. Это форк секи-едитера, который... Молодец! Это полегче, чем обычно. Нет. Это плагин для секи-едитера. Это, кстати, можно по поиску. Но нужно где-то расшифровать, потому что... Я тоже там подумал. Нет, расшифровано. На странице проекта расшифровано это всё. И я думаю... Нужно... Нужно... Ты имею в виду, что... Показывают только верх, верх... Ну, тизер. Понимаю. И вот в тизер надо шутать. Зато больше людей зайдёт. Я тоже так подумал. Конечно. Если честно, я уже настолько замучился. У меня был прецедент. Мне приходилось больше 25 страниц проектов. Короче. Идите, чтобы убрать баннер по хп-шторману. А я, кстати, после этого видела... Есть ещё проект. Так это не от меня. То есть... Эту картинку даже не я закрепил. Таксионами Groups. Что это такое? Тоже много раз в тизерках существует. Упрощает работу с большими таксионамиями. То есть, когда у вас есть, грубо говоря... Был такой сетап, что все там редактора вбивают таги. А тут получается мусорка, грубо говоря, в этих тагах. Таксионами Groups позволял большое множество тагов в одном словаре разбить на manageable группы, допустим, по тематикам. Понимаете, нет? Чтобы их можно было стаскать внутри. Не то, что стаскать. Чтобы они были manageable. Чтобы можно было посмотреть, какие термины есть в группе. Грубо говоря, в этой тематике именно. Можно перемещать из одной группы термины в другую группу. Можно мержить термины, грубо говоря. Таксономия для таксономии. Ну, что-то вроде того. В общем, это нужно было как раз сайту km.ru, где там куча переписателей новостей. Короче, на соблюдении куча тагов. Вот на них было написано менеджмент таксономии. Завязан на use bulk operations. То есть, вся админа на use bulk operations сделана. Написано action. Как раз assignment термина в одну группу в другую. Переносы между группами. Merge. Можно несколько терминов в один замерзнуть. Притом сохраняться, естественно, весь контент. И привяжется к терминам, которые все замерзли и так далее. Все вот эти вот фишечки. Для шестерки он потерял, к сожалению, актуальность. Потому что для групп использовался неиспользованный функционал шестерки, который брали в семерки. Это не синонимы термина, а что-то там другое. Как же говоря, в группу термины загоняли с помощью какого-то функционала, который в семерке с таксономией брали. Я уже не помню вообще какого. Синонимы. А? Синонимы, значит, с помощью синонима в группе. Возможно, с помощью технического выбора. Ну вот. Не знаю, там десяток с небольшим сайтом. Может уже даже меньше. Excel Table Formatter – это модуль персимеров, который позволяет форматер для файлфилда. Загружаешь туда Excel-ник в фронте, на фронт-энде показывает несколько табличек. Для каждого листа Excel-ника делает отдельную табличку, показывает в виде табличек данные в Excel-нике. Все. Больше ничего не умеет. При этом цвета, форматирование ничего пока не умеет. Просто показывает табличек с данными, которые были в Excel-нике. Понимаете, что на причине? Ну вот, такой простой. А Excel же закрытый формат? Ну и что? Какие есть бюлитеты? Excel-нист открытый, да? Excel-нист открытый, да? Ну, короче говоря, он работает с кубином с помощью газеты 3000 и Excel. То есть он не сам выбирает этот формат. Кабината 3000 – это просто пейджер для игры и для бюсовки. Хороший. А? Не особо. А в чем его сущность? Красивый. Сущность в том, что он, когда много страниц в пейджере, он не делает первые 8 стрелочкой направо, на левый, в конец, назад. Кроме этого он добавляет еще ползунок. Ползунок, который может пролистать все страницы и выбирать пренужную 85-ю сразу без первой. Но в чем его плохие стороны? Это в том, что он, во-первых, не респонзив, то есть он всегда вот такой. Когда у тебя страница такая. И он не поддерживает висы на Аяксе. Если у тебя страничка Аякса обновляется, если висовав Аякс, то это не реализовано. Да, я помню эту программу. Ты помнишь, ты помнишь? У нас, по-моему, еще решали ее с тобой. Но мы ее там не решили. Да, мы и назвал-то заделал на будущее. Нет, эта библиотека, которая делает с этой пейджер, называется админатор . Так вот. На самом деле у меня есть идея, как реализовать похожий форматер, не имеющий всех этих недостатков. Это на JscrollPay, если знаете такую библиотечку. Она делает уже слайдерочек такой. Ее можно затимизировать, чтобы она даже выглядела примерно так же. И она будет работать. Умеет вообще смысл, сейчас вы все на infinite scroll и кончуете? Не все, не все. Да, пожалуйста, какая разница? Кто-то не знает. Это, кстати, тоже нам Google Google просили. Давай дальше. А, блин, давай дальше. Ну, зачастую. То есть в Яндекс.Вебмастере я тоже взял с описанием. Можно ли? Ну, именно фичу оригинальных текстов. Что я вообще ввязался в это? Нет, это полезно, на самом деле, штука. Как получился в итоге Яндекс Authorization API? То есть это вот все там, короче, Читаешь людям, там, плохо. Пару часов на выходных сейчас на коде Это выливается там в долгие месяцы, короче говоря, до пилов потом. Еще одна интересная штука. Интересная штука. Это wave-форм. Из mp3-шки делает, короче говоря, png-шку, грубо говоря, с wave-формом. Там, ну, как звук там выйдет. Я не знаю, как это объяснить вообще. Я не знаю, как это объяснить вообще. Знаешь, вот так как это популярно. Вот это из учебника типа. Нарису эти шумы. Короче, как вот в SoundCloud, знаете, player, там, короче, есть эта волна звуковая от файла. Вот он позволяет png-шки генерить из этих mp3-шек и... Как интересно. А? Как интересно. Естественно, через какой-то другой бинарник, который p3-хукавой перекодирует ее в wav, и wav потом другой бинарник перекодирует в png. Все. Этому бинарнику ты говоришь цвет, короче говоря, background, цвет волны, и он это все рисует. Можно сделать прозрачный и так далее. Нужна была человек, который там тоже делал какой-то сайт, где диджеи, короче, миксовали музыку, выкладывали, он хотел, чтобы у него треков выглядел именно так. В итоге у него это и получилось, что он хотел, но допиливали его писать уже другой программист. Но с использованием вот этого модуля. То есть она интервьюируется с каким-то проигрывателями? Проигрывателями нет. А как она? Она же длинная сама волна. Да, длинная. Этот модультик делает только картинку. И свойства файла, то есть ты делаешь файл load, там появляется хэш, там путь, грубо говоря, к волне этой квейформе. И относительный путь в сайт, где лежит png для вот этого звукового файла. А как там в плеер, кто куда вставляет в интерфейс, это уже другая тема. То есть функционал этого модуля в том, что он при загрузке файла генерит вот эту штуковину, png, и файл load ты зовешь, и он тебе в каком-то формате сообщает, где лежит эта png до этого файла буркального. Все. Используется LAMI для перимертации сначала из mp3 в wav, а потом в wav из wav делается уже png с помощью другой бинарной файлы. Как долго? Нет, быстро что-то. Это зависит от длина. Зависит от объема файлов, конечно. В среднем внутри стоит 5 метров, но 5 секунд максимум. Ну, то есть ты забираешь конницу, и у тебя айрсом потом выплевывается эта картинка, либо... Нет, картинка не выплевывается, ничего не выплевывается. Этот модуль просто делает ее, сохраняет на файловую систему, когда ты зовешь файл load, сообщает, где этот файл лежит. А на front-end ничего он не делает. На front-end интеграция с плеером, это, короче, заоблашение людей. Дальше два медиамодуля, это расширение для модуля для видеопровайдеров T-Eagle и VideoNoiLog. То есть, как и для провайдера YouTube, он написан просто тупо. Модуль, который есть внешних ссылок на какие-то файлы, делает, грубо говоря, сущность файла у вас в системе. Именно он для медиа. Все. Кто использовал медиа, тем это более-менее близко. Кто не использовал медиа, ну, попробуйте. И, в принципе, для любого видеопровайдера написан уже плагин, который позволяет эти файлы затянуть. И потом, в чем удобство медиа, вы можете глобально для всех файлов, отображаемых через медиа, поменять, допустим, ширину плеера. То есть, вы не просто fm-core, который нас в YouTube стянули и вставили, он у вас такой ширины все время и стоит. А именно в настройки можете зайти, форматера поменять с 300 пикселей на 500 пикселей, все плееры на сайте автоматически изменились. То есть, это такое решение именно для менеджмента больших объемов, чтобы удобно было этим управлять при отображении. Используется на сайте ok.nambit.ru Причем, вот это используется в единственном случае, потому что видео с Натальей Арейры заедет только на видеомой руке, нигде в машине. Пришлось написать вот такую... Взял и перезолю, но двигался. Ну, не получалось скачать видео в мою руку, короче. Проще написать модуль. Да, то есть, проще написать модуль. Давай, набивай. Плюс там авторские права и так далее. Ну, вот филбек. Вот это вот. Грааль. Это первый модуль, который я написал, чтобы получить CVS, Access, Drupal.ru Короче, только для шестерки. Что он делает в статье? Приоттачивает вопросы, результаты ответов на которые сохраняются в voting API. Из список вопросов с вариантами ответов и... Зачем? Как квиз? Нет, это не как квиз. Другой говоря, мне это нужно было. Есть статья в базе знаний. Полезно или не полезно? Легко читается, плохо читается. Что лучше сказать? Ты будешь шокен, но похоже я пытался эту штуку использовать. Ну, она, кстати, вот я написал до шестёрки, в базе данных Acronis использовал. Acronis перевёл базу данных на семёрку, но модули это не дали до семёрку. Понимаете, да? Axified pages, это как раз то, о чем Катя говорила, писалось как раз под background audiolapy, не дописано. Хотите, можете попробовать его раскрутить, но не появились, просто другие модули, которые позволяют алексифировать сайт. И там у людей было больше времени их доводить до ума, короче. То есть, другу говоря, интеграция с history-upy уже есть. Переходишь на другую страницу AJAX, там всё меняется. Аудио продолжает плавно играться, вот такого рода речи. Под неё даже написал Pasha Zinchero из Pro People, Вадим, не помню, как его уже зовут. Мы с ним встретились в московской конфе, которая была до полтора года назад и так далее. Здесь весело пообщались. На этом всё. Возможно, я что-то упустил, но, грубо говоря, есть у меня определённый пейнт, что на некоторые модули тупо не хватает времени. Поэтому, если у кого-то есть интерес к какому-либо из этих модулей, вы можете помогать с фичер-реквестами, либо просто вышивки отсеивать всяких идиотов. Я не против. Как тебе вызывается желание помочь людям сделать модуль и назвать их эти модули? Потому что, когда ты пишешь модуль и делаешь его, вроде бы получилась нормальная вещь, а потом приходит чувак и говорит, Слушай, а вот я в collage-форматоре не смог, как там, colorbox включить, чтобы при клипке на фокус в collage-форматоре colorbox открывался. Я говорю, ну знаешь, когда я в формате смотрю, там есть link-image-to, там есть content либо image. Link-image-to-image, короче, и потом появляется, типа, выбери lightbox, который у тебя есть в системе. Colorbox, Fitbox, Photobox, что ты хочешь. Он там, ой, правда, слушай, есть. Ну не понимаешь? Чувак, это хриквент. Нет, так мне приходится тратить время на то, чтобы им отвечать, понимаешь? Тебе-то нужно заместить. Это там. Всем рекомендую посмотреть видео этого года два-три назад, чувака, который organic groups, на теле где-то в Монреале. Ну вот логи и видео делал. Визер-пай, что ли? Да? Визер-пай и видео. Амитабо. Амитабо, да. Амитабо, да. Амитабо, это вообще такая легендарная вещь. Да, вот это видео. Вот он там примерно объясняет вот так вот про людей, которые недовольны, так сказать, его активностью. Почти не говорят, что у меня нет времени разбираться. Вот, ты посмотри, как он ему ответил. В смысле, то есть он кому-то другому пишет Монтейнеру, типа. Это история была об organic groups, как у него не хватает времени на organic groups, и он тоже там разыгрывает общение. Да, потому что в 10 минут он рассказывает о ситуациях, в которой живет Монтейнер на organic groups, и что он думает, когда он пишет о том, что у меня нет времени разбираться там или что-то. Да, 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 да. Ты посмотрели, пересказывали, все полезно. Окей. Спасибо. Спасибо. Большие заслуги, короче, более того, я думаю, что надо предложить с ассоциацией, которая мировая, чтобы она заработала программу стимулирования и примирования людей, которые могли бы сделать много комментов, либо поддерживать много моды. Это как бы две разные вещи. ты можешь там коммитить в один много-много, а можешь сделать... Хочу полезных у тебя, да. Потому что сейчас деньги определенные взятия с основанной восьмеркой, но тем не менее контрибьюторы... Мне бы хватило бесплатной лицензии шторма, понимаешь? В том, ты делай, это незначительно. Но они тебе делают мотивацию. Конечно. Просто на самом деле я выступлю к этому сегодня-сегодня апролейский тикань. Проблема Друпала в том, что у него много модулей. То есть герачат вот так вот модулей. А потом, да, потом начинаются проблемы. То есть модуль делает это, 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 это... А, вместе они не работают. И получается полный бардак. То есть все это пухнет, 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 а жизнь не становится. В итоге появляются модули, которые делают тот же функционал, либо один из конкурентов улучшается, интегрирует систему, учитывает, что делает тот модуль и так далее. То есть это все развивается динамично. Ну вот... Вот сегодня я скепчит, короче. Мне кажется, что это развивается. У меня, у меня с модулями социальной авторизации было куча проблем со всякими другими модулями, которые типа там, legal, который там вместо того, чтобы залогинить юзера, разлогинивает его тут же и говорит, ну-ка ты отметь тут галочку, что ты прочитал условия пользования сайта. И они там делали это очень неприятными способами. И приходилось там специально приседать, чтобы с ними работать. То есть я понимаю, о чем ты говоришь. Компатибилити это... Есть такие проблемы. Да, это не просто. Это одна сторона из модулях. Но обычно это возникает с модулями, которые либо вносят какой-то такой новый функционал прямо, чтобы когда они его внесли, какой-то другой функционал начинает отваливаться, да? Да нет, даже не. Ну просто как бы вот с картинками и со всем этим медиа. Там полный звездец. То есть там куча модулей, которые работают совершенно по-разному, вообще по-разному рассматривают как бы медиа-контент. Да, да. Вот. И просто как бы... Я тоже выбирал. ...настройки, они как бы их распространить на третьем модуле сложным. То есть одна не пригодится с одним, другая чем по другим, третьим, третьим. В общем. Я понимаю, я недавно выбирал как раз модуль для конкурса медиа, вот это не на медиа. Да. То есть там есть какие-то другие модули, я уже не помню название, которые реализуют похожий функционал для медиа, типа, библиотека для медиа, для всего сайта делают. Но вот... Да и Фрид меня убедил, что надо юзать медиа. Ну, не сам лично, а его именно выступление на конференциях и рассказы о медиа. И то, что он туда коммитит, это было для меня решающим фактором, потому что надо все-таки использовать медиа и развивать именно в эту сторону. Подключать, сетинг с PHP удаляет сведения о ней, переименовывать второй конект в дефолтовый и работать с ним как ни в чем не было. Вот, собственно, такой небольшой маленький дакар. Если есть вопросы, можно решить. Если? Слушай, а как тебе после преимущества? 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 Честно говоря, я не смотрел, еще не дошел до этого. Наверное, что у тебя есть. Это лучше может, наверное, Катя рассказать по поводу преимуществ, потому что она в этом попалась погрубже. Честно говоря, я очень надеюсь, что он мне пригодится. То есть это все было в качестве эксперимента, чтобы именно проверить, что действительно можно. И я очень надеюсь, что он мне пригодится, когда мне придется рассчитывать расстояние между точками, когда придется там делать, узнавать, находясь ли точка внутри какого-то там контура. Потому что в мою стилю я просто делал обычной математикой, но она как бы... То есть на уровне PHP? Да, да. А в конгрессе, ты думаешь, есть какие-то существа? В конгрессе есть расширения, которые позволяют... Ну, я думаю, что ты Postgres сможешь использовать только отдельно. То есть DuPAL у тебя будет включиться на MySQL, а где-то еще в другой реальности будет у тебя Postgres будет включиться. То есть ты мне обязательно приносить сам DuPAL на Google, и он сразу нравится. Понятно. Ну, то есть я как бы на перспективу, а пока что вот в данный момент с Postgres не получил эти фичи, которые ожидают. Да, тем не менее, можно вопрос по-моему? Да. Она данные тоже переносит? Да. И структуру, и данные. То есть вот как... Был проект, допустим, на MySQL, а потом он летит на Postgres и ничего не заметит. То есть вот как он... Все страницы были, все ноты все... Ну, хорошо. А, скажем, дам в Postgres? Дам в один к в один не с тобой. То есть сложно? Да, да. Нету такого. Там разные типы данных. Ну, то есть ты получишь дам в виде SIPL, которые до МАСИПЛи подходят, они могут не подойти для подписи. И даже если подойдут для Postgres, Drupal для них создает другой тип. Он хорош для миграции с чего угодно во что угодно, с чем работает Drupal вообще. Смысл работы модуля следующий. То есть модуль пробегает по всем модулям, которые в этот момент включены. И просто вычитывает схему данных, ну, то, что называется шема. Вычитывает ее и на основе ее из модулей создает таблицы во второй базе данных, в новой. А потом уже берет, вычитывает исходную таблицу содержимое и пишет в новую. Собственно, все инструменты Drupal родные, поэтому никаких покапов возникнуть не должно. Маленькие особенности у этого модуля следующие. Во-первых, если вы мигрируете в базу данных, ну, в моем случае это из-за моего скелла в Postgres, в Postgres база должна быть абсолютно чистая. В ней не должно быть ни одной таблицы. Ни одной таблицы, совпадающей с именем. Иначе модуль увидит имя, скажет, оба уже существуют и все, E остановится. Вот. Вторая микро особенность, это то, что вот именно вот этот вот чекер, он не работает. Почему не работает? Ну, не знаю. Надо, наверное, баг засобнить. Честно говоря, я полюбился и не засобнить его еще. А там нет такого? Да вот, честно говоря, я не смогел. Надо посмотреть. Вот. Третья микро особенность, как я уже сказал, можно конвертировать из чего угодно во что угодно. Это может быть там и SQL, и SQL Server, и Oracle, и MongoDB, и SQLite, и Postgres. В общем, что с Групалом работает, что вы сможете подключить, то, в принципе, можно пробовать негрировать. Вот. И еще одна особенность, то, что конвертироваться будут только те таблицы, то есть не все таблицы вашей базы данных, а только те модули, для которых включены. Грубо говоря, если у вас в проекте было 20 модулей, из них 5 выключено, вот в этих пятерых выключенных таблицы не перекочуют в новую базу данных. Это стоит иметь в виду. Все. После того, как... Это, собственно, все особенности, которые я заметил. После того, как вы переконвертили базу данных, можно базу данных использовать. То есть там много этих мелочей. Достаточно много. Можно пойти в лоб. А, вот это вот хренов. Ну да, что там схема трактуется для пасковов. В частности, секунды. В отбресе ее, в истории. Да. Какой она трактуется там? Какая-то... Где-то... То есть, в роли между любыми базами данных, для которых для Дилл Павла написан Трайвер. Эта база данных. Да. Что столько, сколько народу есть в мае с вами использовать? Сейчас покажу. Есть там, да, да. А, что нет? Ну, допустим, с кем еще мне должен стать в роли? Нет. Ну, у него остается. 6-7. Тут еще стоит иметь в виду, что вы его можно воспользоваться один раз, отключаете его и удаляете. Все, мне надо. Поэтому тут, наверное, стоит иметь на вот эту цифру. Какая-то часть. Ну, мы не посмотрели. Нет. В числе... 6,5 тысяч. Обскачиваем. И направление, как бы, не написанное использование. Сколько пошло с мускулема в Монго? А, сломка с мускулема в мускулем. А как? А как? Я думаю, если надо посмотреть, где вот чаще будет ругаться в таких случаях, а в тех, чаще берите. Ну, спасибо. Спасибо. А, спасибо. Ну, кто не знает, зовут меня Андрей. Вот, расскажу про бэкдроп. Если вкратце, это форк семерки. Там есть кое-какие идеи из восьмерки заимствованные, кое-что осталось. Ну, в общем, основная идея, которая мне показалась, и она довольно хорошо сделана, это то, что осталась совместима с семерочным API. То есть людям, чтобы продолжать использовать полученные навыки за время работы с семеркой, это подходит. То есть там идет развитие дальше, в сторону восьмерки, да, но API осталась прежней, то есть нету там симфонии, ничего такого кардинального не поменяемого. Создали это все чудо, товарищи Nate? Требуется. Ну, перезабжите его все. Далее нужно в этом Postgres'е создать пользователя, базу данных, все как надо, все подготовить. И в самом Settings PHP прописать еще один коммент к этому Postgres'у. Но, значит, тот коммент, который используется для MySQL, он должен быть дефолтный, а который для Postgres'а, он должен быть какой-то немножко другой. Ну, какой-нибудь там, Default 01 или там, Вася, в общем, как его назвать надо. Все, собственно, после этого мы берем, включаем, устанавливаем вот этот модуль, dbtrnb, мигратор. Включаем его и наблюм. Переходим на страничку администрирования, там есть две вкладки. Мигратор и, ну, какая-то такая чепилка. Там заснято, заснято. Ну что, естественно, стал бы я, стал бы я не на камеру. Вот. Значит, ну, в первую очередь я, конечно, метнулся в мигратор database checker. Попробовал подчекать базу, что все классно сконвертится. И тут облом наступил, там куча ошибок вылезло. Ну, я понял, что все, хана, это решение не работает. Бодался-бодался, пробовал там эти ошибки как-то фиксить. В результате решил, плюнул, через некоторое время решил пойти в лоб и просто запустить миграцию. И, опа, тут, короче, случилось чудо, и за полминуты буквально вся эта база всосалась и сохранилась как надо. Вот. И, ну, я такой, воодушевленный этим делом, думаю, наверное, там что-то не то мне отобразилось. В удачном статусе, да. Отключаю базу MySQL и, действительно, с Postgres все классно работает. Ну, конечно, не все модули так классно подходили. Кое-где пришлось чуть-чуть поправить те места, где SQL-запросы были вбиты ну, вот так как прямо есть SQL-запросы. Без PDO. Ну, не по Drupal Way. Вот. Так что, собственно, модуль рабочий. Смело могу вам рекомендовать его. Причем, на самом деле, этот модуль, он хорош не только для миграции с MySQL в Postgres. Всем привет. Меня зовут Петр. Я расскажу про то, как я прыгал с MySQL на Postgres. Ну, прыгал громко сказано. Ну, после Drupal-кэмпа ноябрьского я узнал, что можно использовать Drupal с Postgres, и в одном из проектов решил прибрыгнуть на него. Почему? Потому что в проекте предполагается использование гео-всяких штук, а Postgres говорят, что он хорошо с ними работает. Ну, это все, как бы, в качестве эксперимента. Значит, было принято решение с MySQL на Postgres перейти. Проект уже существовал несколько лет, и уже сложилась база, поэтому с нуля делать было бы не очень удобно. Первое, что пришло в голову, это Migrate. Migrate знает, да, что это? Кто знает? Все знают. Все знают. Это такая классная штука, такой мощный фреймворк, но чтобы с него человека перетащить на что-то другое, нужно писать классы, нужно, в общем, время изрядно потратить. Ну, конечно, это все интересно, потому что Migrate – мощная штука, и сам опыт использования его, он очень полезен. Но я решил еще покопаться немножко. Значит, что Migrate меня смущало, то что, поскольку я помню других проектов, он не сохраняет миды нод. То есть все ноды, которые будут импортированы, они будут идти с нуля опять. Ну, хотя там вроде как народ говорит, что решение какое-то есть, но я его не пробовал физически, не дошел до этого дела. Вот. И так я копался-копался, и наконец дошел до этого замечательного модуля. Модуль простой такой, значит, не сразу у меня с ним сложилось, а я расскажу, что необходимо для того, чтобы у вас с ним сразу все сложилось. Значит, в первую очередь нужно установить возраст на свою локальную машину. Поставить вот этот самый pgsql или там pdo pgsql, и нужно его заинаблить в php, если так.